Глава вторая. Первый клиент и флорентиец Танте. В первой главе было рассказано, как Агарь Стэнли, вопреки собственным интересам, взяла на себя управление ломбардом и имуществом Иакова Дикса, ввиду отсутствия законного наследника. Она получила полный контроль над всем благодаря условиям завещания. Иаков за свою жизнь заключил много выгодных сделок, но ни одной лучше, чем та, которая принесла ему в рабы Агарь, ибо юная цыганка обладала обостренным чувством долга, прямолинейной натурой и стремлением действовать честно, даже когда ее собственные интересы были под угрозой. Люди с таким характером были огромной редкостью среди обитателей карбо-радиальной. Господин Вакула, адвокат, считал ее дурой. Во-первых, потому что она отказалась заполучить сбережения старика. Во-вторых, потому что она отказалась от хорошей жизни в пользу человека, которого ненавидела. В-третьих, потому что она отказалась стать госпожой Вакула. С другой стороны, девушка была достаточно резкой. Слишком резкой, думал адвокат. Господин Вакула понял, что с ее деловым нюхом и деловыми и административными способностями, ее умением заключать соглашение, он не сумеет ее обмануть. Из наследства господина Дикса адвокат получил причитающуюся сумму и не более того, что было унесительно для человека с его интеллектом. Однако Агарь не думала ни о господине Вакуле, ни о ком еще. Она отправила извещение отсутствующему наследнику и управляла имуществом, вела дела ломбарда, проживая все это время в задней комнате гостиной, в скупой манере ее последнего хозяина. Для нее казалось настоящим потрясением узнать, что наследник старого ростовщика никто иной, как Голиаф, ее рыжеволосый поклонник, из-за которого она покинула цыганский табор. Тем не менее, честность не могла позволить ей отнять у него наследство, и Агарь работала в его интересах так, словно это был человек, которого она любила больше всех на свете. Когда Джимми Дикс, так по-настоящему звали Голиафа, появится, чтобы потребовать свою часть наследства, Агарь собиралась отдать ему все и покинуть ломбарда такой же бедной, как была, когда вошла в него. Тем временем шли месяцы, а наследник так и не появлялся. Агарь заботилась о магазине, вела дела, заключала сделки. Кроме того, с ней произошло несколько приключений, вроде того, о котором сейчас пойдет речь. Как-то в июне, в сумерках, ее вызвали в торговый зал ломбарда громким стуком. У входа она встретила молодого человека, готового отдать в залог книгу, которую он крепко сжимал в руках. Он был высоким, стройным, светловолосым и голубоглазым, с лицом, отмеченным интеллектом и большими мечтательными глазами. Быстро оглядев молодого человека, Агарь решила, что он достаточно мил. Более того, она залюбовалась его внешним видом. «Я... я хочу получить деньги за эту книгу», — нерешительно пробормотал незнакомец, и его красивое лицо неожиданно покраснело. «Могли бы вы за это, если хотите...» Он остановился в замешательстве и протянул книгу, и Агарь молча приняла ее. Это была старая и дорогая книга, которой бы обрадовался любой библиоман. Она датировалась 14-м столетиям и была напечатана знаменитым флорентийским издателем той эпохи. А автором был никто иной, как Данте Алигьери, поэт не чуждой славе. Короче говоря, второе издание «Ла Девина Комедия» — редкое, дорогостоящее издание. «Ла Девина Комедия» — божественная комедия, поэма, написанная Данте Алигьери в период с 1307 по 1321 годы и дающая наиболее широкий синтез средневековой культуры и антологию мира. Агарь, которая под умелым руководством Иакова узнала много вещей, сразу оценила ценность книги, но с присущим ей деловым инстинктом, несмотря на ее предвзятое отношение к молодому человеку, она сразу начала принижать ценность книги. «Не люблю старые книги», — объявила она, протянув книгу назад. «Почему бы вам не сдать ее в магазин старой книги?» «Потому что я не хочу с ней расставаться. В данный момент мне нужны деньги, и вы можете понять это из моего внешнего вида. Дайте мне пять фунтов, а потом я выкуплю ее». Агарь, которая уже отметила изможденный вид клиента и потертость его одежды, с хлопком положила Данте на прилавок. «Не могу дать пять фунтов», — сказала Агарь без обиняков. «Книга того не стоит. Считаете, что разбираетесь в старых книгах? Это редкое издание знаменитого итальянского поэта и стоит более ста фунтов». «Действительно», — сухо проговорила Агарь. «В таком случае, почему бы вам ее не продать? Потому что я не хочу. Дайте мне пять фунтов». «Нет». «Четыре?» «Все, что я могу ссудить». «Четыре десять», — змолился клиент. «Четыре», — неумолимо возразил Агарь. Иначе она одним пальцем толкнула книгу в сторону клиента. Видя, что не сможет получить от нее больше, молодой человек вздохнул и смягчился. «Давайте. Четыре фунта», — проговорил он. «Я, наверное, должен был догадаться, что еврейка берет меня». «Я не еврейка, а цыганка», — ответила Агарь, оформляя квитанцию. «Цыганка?» — проговорил молодой человек, вглядываясь в ее лицо. «И что цыганка делает в этой жидовской обители?» «Это мое дело», — резко ответил Агарь. «Имя и адрес». «Юстас Лорн. Замковая дорога, дом 4». Ответил молодой человек, назвав адрес неподалеку. «Но я говорю, если и в самом деле вы цыганка, можете обращаться ко мне с Салгаджи». «Салгаджи». «Не цыган». «На этом языке я говорю с людьми моего народа, молодой человек. Не с язычниками. Но я цыганской крови. Я не дур, молодой человек. Те, кто цыганской крови, не живут в городах по собственному желанию». «Цыганские девушки не живут в ломбардах, моя девочка». «Четыре фунта», — объявила Агарь, пропустив мимо ушей эту реплику. «Вот они в золоте. Ваша квитанция номер 820. Вы можете вернуть книгу, когда захотите, заплатив 6% суммы займа. Спокойной ночи». «Но я должен сказать», — воскликнул господин Лорн, убирая деньги и квитанцию в карман, «я хочу поговорить с вами и доброй ночи». «Милостивый государь», — резко оборвала его Агарь и исчезла в темноте магазина. Лорн был раздосадован грубыми манерами девушки и тем, как его неожиданно выставили. Но так как сделать уже ничего не мог, вышел на улицу. «Какая красивая девушка», — стала первой его мыслью, а потом, что за злючка была второй. После его ухода Агарь убрала книгу Данте и так, как было уже поздно, закрыла лавку. Затем она удалилась в гостиную в задней части дома, чтобы поужинать сухим хлебом и сыром, запивая холодной водой, и подумать о молодом человеке. Как правило, Агарь была слишком выдержана, чтобы поддаться чувствам. Но что-то в Юстасе Лорне привлекло ее. Из короткого разговора она о нем почти ничего не узнала. Он был беден, горд, скорее всего, рассеян, и из-за того, как он быстро уступил ей вопросе цены, юноша, скорее всего, был слабохарактерным. Однако ей понравилось его лицо, милое выражение глаз и очертание мягкого рта. Кроме того, он был всего лишь клиентом, и если он не вернется, чтобы выкупить Данте, она не увидит его снова. После этой мысли Агарь призвала на помощь весь свой здравый смысл и попыталась изгнать образ молодого человека из своего сознания. Но задача эта оказалась намного труднее, чем она думала. Недели позже господин Лорн и его книга, отданная под залог, напомнили о себе благодаря незнакомому мужчине, который зашел в магазин как-то вскоре после полудня. Этот человек был низкорослым, толстым и вел себя вульгарно. Выглядел он очень взволнованно и картавил, как отметила Агарь, когда он заговорил, положив на прилавок квитанцию номер восемьсот двадцать. — Эхей, девочка! — грубо начал он. — Отдай мне ханиху по этой квитанции. — Вы пришли от господина Лорна? — поинтересовалась Агарь, вспомнив о Данте. — Да, он хочет получить эту ханиху. Вот, медяхи, поспеши, девушка. Агарь не двинулась, чтобы принести книгу или взять деньги. Вместо того, чтобы сделать это, она задала вопрос. — Господину Лорну плохо, раз он сам не смог прийти. — поинтересовалась она, внимательно глядя на грубое лицо незнакомца. — Нет, но я пхенес квитанцию. Послушайте, отдайте мне эту ханиху. — Я не смогу это сделать, — ответила Агарь, которая не доверяла человеку с таким внешним видом и которая больше всего хотела снова увидеть молодого Юстаса. — Прекрати ломаться. Почему нет? — Потому что это не вы заложили книгу Данте, а это ценная книга, и у меня могут быть проблемы, если отдам я ее кому-то другому, а не господину Лорну. — Но будь я проклят, у меня же есть хвитанция. — Вижу. — Но каким образом вы ее завладели? — Мне ее отдал господин Лорн, и я хочу получить книгу Данте, — объявил надувшись толстяк. — Мне жаль, — ответила Агарь, понимая, что тут что-то нечисто. — Но никто, кроме господина Лорна, не получит ее. Если он не болен, пусть придет и получит ее от меня. Мужчина выругался, полностью потеряв самообладание, факт, который ничуть не встревожил Агарь. — Можете идти, — холодно сказала она. — Я сказала, что вы не получите книгу, так что вопрос закрыт. — Я вызову полицию. — Вызывайте. Участок в пяти минутах ходьбы отсюда. Сбитый с толку ее холодным приемом, толстяк схватил квитанцию и в ярости выскочил из магазина.